В рамках третьего международного турнира по футболу Кубок святого благоверного князя Александра Невского в Епархиальном управлении Санкт-Петербургской митрополии состоялось заседание круглого стола религия и спорт. Конференция в формате круглого стола на тему религии и спорта состоялась в Синем зале Епархиального управления. Здесь же и организована тематическая фотовыставка «Православие и футбол». Открыл заседание епископ царскосельский Маркел, он же и руководитель отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской митрополии. Владыка поприветствовал всех участников круглого стола, а их было немало. Приехали гости не только из других городов России, а также из-за рубежа – Эстонии, Белоруссии, Германии. Последнюю страну представляет священник Дионисий Идавайн. Говорит, что в Европе спортивное направление среди православных верующих активно развивается. Зачастую различные бывают спортивные мероприятия. Мы выбрали для себя волейбол, футбол, посмотрим, может, еще и бадминтон подкручится. Но в любом случае, эти виды спорта, где люди могут полностью раскрыться, вначале подружиться, посмотреть, что действительно православные – это тоже люди, и даже неплохие, и даже они умеют играть в футбол, и очень даже неплохо. И на этой базе все начинается. Поэтому мы видим и чувствуем, что здесь действительно можно работать, и здесь люди находят друг друга, и посредством этого даже увеличивается и приход. Своим опытом поделился и священнослужитель Борис Левитан. Он приехал из Сибири. Сам он мастер спорта России по пауэрлифтингу. И возглавляет спортивный отдел Новосибирской митрополии. На сегодняшний день у нас по пяти направлениям развивается наша деятельность. Первое направление – это работа внутри церкви. То есть тех, кто уже пришел к Богу, мы приводим к спорту. Это, я считаю, тоже очень большое дело, когда в том числе священники, дьяконы начинают заниматься спортом, потому что, неся свое послушание, очень важно, чтобы плоть твоя была дисциплинирована, плоть твоя была крепка. Это помогает в служении, в первую очередь, в том числе и прихожане. Второе направление – это работа непосредственно со спортсменами. На сегодняшний день уже 11 федераций с нами сотрудничают. Мы организовали турнир Кубок Александра Невского. Сейчас этот турнир объединяет 11 видов спорта. Программа «Круглого стола» включала в себя доклады, обсуждения и выработку общей концепции развития спортивного направления. Конечно, встает вопрос, насколько этично и корректно заниматься различными видами спорта, в том числе и для священнослужителей. Тоже разные точки зрения обсуждаются, потому что они имеют место, в принципе, разные точки зрения имеют место в жизни, и это совершенно нормально. Поэтому мы слушаем, что-то пытаемся добавить, и владыка нас корректирует и направляет. Благодаря участию в спортивных соревнованиях священнослужители неформальным способом завоевывают доверие людей и через спортивные состязания несут Евангелие людям.